Доброе утро, девочки мои! На солнцепёк вышла я с утра пораньше, одеваю очки, а то я что-то слепну от такого яркого солнца. Так, ну что, сегодня куда идём? Идём стричься, девочки. Жарко, и хочется подстричься, в общем-то, немножко, чуть-чуть. Снять шапочку, чёлочку чуть-чуть. В общем, не знаю, как. Мне всё время жарко и жарко. Хотя уже прошло сколько? Месяц и три недели, как я стриглась в последний раз. Так что, в принципе, пора. Сейчас заскочу я в банк, сниму наличные, потому что у них там что-то не всегда работает приём денег. Так, и что? Ну, вы видите, что у меня на голове, да? Короче говоря, моя задача подстричься. Я сегодня записалась пораньше туда, на стрижку с утра, на 10 часов. Ну, а что потом я буду делать сегодня, я не знаю. Я сегодня утречком вам опубликовала свою готовку. ещё не знаю, что вы там мне напишите в комментариях, кому нравится, кому не нравится, готов бы я не знаю. Так, один не уступил, остальные не спешат. Так, ладно, не буду я отвлекаться, иду через дорогу, короче говоря. Посмотрим, что мы будем делать дальше. Всё, девочки, сняла успешно денежку иду. Я, кстати, сегодня встала пораньше. И с утра у меня было время, и я сделала прям с утра-с утра зарядку. Я вообще делаю их сразу две. Вот то, что я вам показывала в прошлом видео. Здоровая спина и ещё там 5-минутная есть на пресс. То есть я как раз разминку делаю, и после этой разминки получается у меня уже разогретая. И там 5 минут просто покачать пресс. Ну, там показывают такие упражнения. Вот. Ну, в принципе, 30-35 минут, и всё готово. И чувствую себя уже с утра бодренько. Настроение хорошее. Погода хорошая. Вот. И классно. Ну, в общем, честно говоря, вот это вот моё интервальное голодание, моё питание. И плюс вот хотя бы какие-то упражнения, потому что, ну, бегать я не бегаю. Ходить тоже. Немного так, в общем-то, хожу. Я, честно говоря, чем дальше, тем больше я не люблю выходить из дома лишний раз без надобности. Ну, а что, мне дома комфортно, мне хорошо. Вот. Поэтому я заменила пешие прогулки, в общем-то, вот этими какими-то упражнениями, такими не сложными, не замысловатыми. При том, что я выбрала не очень тяжёлую зарядку. Здоровая спина как раз для спины полезна. И в целом для всего организма полезна. Так, ладно, ждём автобус и еду. Всё, поехали. Вообще вот сегодня, девочки, выходной, воскресенье. На улице такая погода прекрасная. Смотрите, небо чистое-чистое. В самый раз идти на пляж. Но только не я. Я на пляж не пойду. Всё, девочки, подстриглась. Не стала я сильно длину убирать. Просто проредили, освежили. И, в общем, классно. Сейчас сзади покажу, посмотрим. Вот так, где-нибудь лучше. Вот так вот сзади всё. Моя любимая стрижечка. Освежилась я теперь. Хорошо. Так. Иду домой. Иду мимо соседнего двора. Вот такой же корпус у нас соседний. И вот здесь вот смотрите, какой зелёный двор. Здесь тополей стоит 15 штук. Там ещё и кустарники. В общем, вот такая вот зелень кругом. И тут вот тоже по кругу тоже полно тополей. Никого не волнует. Никто их не срезает. Кстати говоря, там вообще вот дерево стоит сухое. А в нашем дворе просто, честно говоря, мне до сих пор больно смотреть, что там пусто. Пустырь такой сделали. Зелени нету. Солнце печёт. Вообще кошмар. Вот видите, сухое дерево стоит. Совершенно сухое. А теперь пойдём в наш двор. И, кстати говоря, деревья стоят, я смотрю, вообще тоже вот с гнильцой. Огромные. Но вот этих деревьев здоровья и вот то тоже гниёт, я смотрю. Пусти они уже такие вот сухие. Сухие такие, дряхленькие. Как этот дендролог проверял деревья, я не знаю. Может быть, ещё сюда они вернутся. Но что-то я сомневаюсь. Уже времени прошло достаточно. А здесь, кстати говоря, смотрите, деревья наверху. По полдерева сухих вообще веток. Никого почему-то это не заволновало. Никто этого не захотел срезать. Интересная картина. Вот. И теперь заходим в наш пустынный двор. Притом он очень солнечный. Здесь только вечером солнышко заходит за дом. А всё утро здесь весь день солнце печёт. Так что я сейчас быстренько-быстренько и домой. А, кстати говоря, девочки, у нас до сих пор не было дождя. Как я уже и говорила, с 18 мая. Уже июль. Смотрите. Пожухла вся трава. Всё высохло. Ну, вот цветочки только поливают, выходят жильцы. Вся трава пожелтела. В общем, кошмар. Где-то дождик был, проходил мимо. Но вот у нас на районе две капли капнуло и всё. Даже не смочила асфальт, как положено. Видите? Всё пожухло. Доброе утро, девочки мои. День следующий. Хорошая погода, я смотрю. Опять небо чистое. Ветерочек слабенький есть. На градуснике сейчас 21. 21. А днём будет, наверное, около 30. Пошла я пить кофе. 6 часов утра. Тишина пока. Народ ещё не бегает. Но машина тут уже потихонечку выезжает ездить. А я уже с утра приготовилась сделать зарядку. Постелила коврик. Вот смотала я из покрывала. Вот такой вот валик. Он бывает часто. Нам нужен для работы. Вот здоровая спина. Это вот эти вот упражнения. Они у меня в избранных. Так. Выбираю следующее. Это на платформе FitStars. То, что я вам как-то показывала. Вот у меня выполнено, выполнено. Видите, сколько выполнено. Так. Вот это ещё не выполнено. Следующее упражнение. Включаю и начинаю делать. Снимать себя не буду, потому что, девочки, мне быстрее сделать это всё, не переодеваясь, не восстанавливая свет. Ну что, друзья, привет. У нас сегодня шестая тренировка. У нас уже перевалило за экватор. Я когда готовлюсь к своей зарядке, когда приходится мне... Включим наши ягодицы. Сейчас, секундочку. Когда приходится мне готовиться к съёмкам, и получается, я когда думаю, вот сейчас пока приготовишься, пока это, бывает и зарядку неохота делать. А когда просто не переодеваясь, скинула коврик на пол, включила и давай. Тогда уже точно сделаю. Поэтому, девочки, не обессудьте. В общем, начинаю я. Поехали. Ну что, девочки мои, решила я приготовить овощное рагу в мультиварке буду готовить и с мясом. Короче, вот у меня есть кабачки, баклажаны. Фарш у меня перемолотый. Я сама молола свиноговяжий, с лучком там уже. Но лук я всё равно сюда добавлю. Болгарский перец, помидорчики, зелень, лаврушечка и соль, перец. В общем, вот всё, что нужно. Я не буду писать, что, какие ингредиенты. Можете вот это поставить на паузу. Количество можете варьировать уже по своему усмотрению. Я надеюсь, всё это поместится. А если чего-то не поместится, буду делать чего-то меньше. Ну, в общем, вот такое количество. Мой любимый, ну это даже не супчик, это даже соус, не соус. Короче, овощное рагу с мясом. Вот так вот. Вот такое будет у меня на ужин сегодня. На обед я уже поела. Так, девочки, включаю я режим жарка. Вот, ещё забыла сказать. Растительное масло, любое, какое хотите, немножечко надо налить сюда. Вот, и всё. Так, пока у меня там разогревается, я сейчас быстренько режу лук. В общем, я здесь режу, что лук. Лук не очень крупно, не очень мелко, как обычно, в общем. А вот баклажаны и кабачки можно порезать крупными кусками, например, если возиться неохота. Тоже будет неплохо. Вот, и если у вас кабачков, баклажан мало, например, или вы хотите более сытно сделать блюдо, можно добавить сюда ещё и картошечку. Но так как я худею, картошку я сейчас есть не буду, поэтому я её без надобности никуда добавлять не хочу. Так, неважно, с чего начнём, с кабачков или с баклажан, значения не имеет. Так, короче говоря, их можно прямо крупно вот так вот порезать. Вот я сейчас на три части. Вот. Я почитала в комментариях, я смотрю, с салат мимоза многие добавляют картошку. Кто-то написал ещё добавляют сыр тёртый. Ну, сыр, я думаю, он, в принципе, какой-то вкус там должен свой придать. Ну, картошка, не знаю, на мой взгляд, она, кажется, там просто утяжелит этот салат. Он сам по себе очень лёгкий такой, знаете, вот такой лёгкий-лёгкий. Картошка сама по себе его утяжелит. Ну, а так как я на диете, понятное дело, что я, конечно, картошку добавлять не буду. Ну, сыр, может быть, я как-нибудь попробую. Так. Сейчас лучок чуть-чуть немножко посеую и сразу туда добавляю фарш. Немножко обжарим фарш. И потом уже я туда закину всё. Всё уже начну закидывать. Кабачки, баклажаны первым делом. Ну, а потом уже всё остальное. Так. Режем вот так крупно. Всё-таки, знаете, вот мультиварка выручает, особенно летом, когда жарко. У меня сейчас тут работает сплит, я совсем не хочу печку включать. Ну, и потом я не хочу над печкой стоять, потому что зачем мне это надо? Я лягу буду смотреть телевизор. Так, начинаю я всё это дело помешивать. Сейчас лучок чуть-чуть. И будем закидывать. Так, наверное, вот была тарелка у меня какую-то взять. У меня есть кастрюки. Я кастрюки пока покидаю. Времени тратить и не ждать. Так, поехали дальше. Кабачки, когда кожица у них уже такая толстая, нехорошая, я тогда их чищу. Баклажаны можно почистить при желании, но я не чищу, как-то нормально мне. И поэтому я баклажаны делаю. Кабачки тут ещё даже семечка вообще. Меленькая совсем. Так, помешиваем. Помешиваем, помешиваем. Сейчас, ещё чуть-чуть. Смельчится лук. И можно будет туда уже закидывать мясо. Фарш всё-таки вкусный, когда делаешь фарш это сама. Сразу такой ароматненький. Я его сразу перемалываю с луком. По пакетикам, по порционам. Так раскидываю в мою сделку и всё. Потом добавила. Всё, что угодно, можно приготовить. Так, ещё раз помешаем. Так, ну, в принципе, можно закинуть уже мясо. Пускай обжарится немножко мясо. Чуть-чуть. Закроется. И можно будет дальше добавлять. Всё, что необходимо. Так, поехали дальше. Я не знаю, как это блин блюдо мне назвать. Честно говоря, я каждый раз затрудняюсь. Вообще, это блюдо, которое... Изначально оно по-другому делалось. Потом я его стала делать более диетическим. И я его изменила до такой степени, что от изначального, как говорится, по рецепту блюда, здесь остались только ингредиенты. А сам способ готовки совсем стал другой. Но это зато более диетический. Потому что по другому блюду, вернее, по рецепту, если как я там делала, я там брала баклажаны, их обжаривала. Ладно, целое дело. Просто ничего обжаривать не хочу. Я, ну, фаш, чуть-чуть. Потому что, ну, много лишнего не надо. Мне тут масла, жира. То есть чуть-чуть, и все, и хватит. Поэтому я стала все это дело делать, как бы тушить. И все. Ну, делаю с мясом как. Мясо тоже, оно обжаривается сначала. Но оно здесь, видите, в чашу у меня получается, что чуть-чуть, чуть-чуть. Оно даже не обжаривается, а так, закрывается чисто. Вот. Баклажаны тоже у меня еще пока молодые. Даже семечек вот в них нет. Поэтому ничего я с ними не делаю. Когда они уже созревают, появляется горечь внутри, то их можно, в принципе, порезать и немножечко отмочить в подсоленной воде, чтобы они 15 постояли, они туда выпустят лишнюю горечь. Вот все. Ну, мне так нормально. Мне нормально. Я делаю это блюдо, мне нормально. Вы попробуйте. Я, кстати, уже как-то делала. Но я все время его, это блюдо немножко меняю. Поэтому решила приготовить с вами, чтобы вы знали, что я ем. Кстати, ем и худею, девочки. Вот это вот интервальное голодание я начала с 23 июня. Вот послезавтра будет уже 2 недели. Результаты я уже прям вижу. Я на весах вижу результаты. Ну, 2 недели, может быть, пройдет. Я вам, может быть, тогда скажу, насколько я сбросила за 2 недели весь. Не хочу часто говорить, потому что один день может лучше сброситься, другой день хуже. Поэтому я даже не каждый день взвешиваюсь. Ну, пока, в общем-то, то питание, которое я себе разрешила, скажем так, оно нормально подходит. И худеть худеется все равно. Может быть, влияет роль то, что вот этот интервал, который у меня получается интервал 18 часов. Может, благодаря этому интервалу. Происходит процесс. Что-то там в организме происходит. И жиры сжигаются. При том, что я думаю, что, наверное, желудок тоже уменьшается, потому что я заметила, что порцию, которую раньше я ела, я уже даже с трудом ее дайдаю. То есть можно даже уменьшать порцию. Смело. Я уже попробовала порцию уменьшать. И не чувствую, что я там голодная, что-то хожу. В общем, никак это на меня не повлияло. Нормально я выдерживаю. Так же я и ем, как я вам говорила. Ну, с 11 до полпятого. В 11 полпятого я ем. Или полдвенадцатого в пять. Вот так. Ну, не позже пяти. В пять часов я уже завершаю. Можно сказать, я чуть-чуть начинаю раньше. В пять часов я завершаю свой ужин. И все. Нормально. Кушать мне не хочется. В общем, пока все нормально. Вообще, в этот раз я думала не говорить вам о том, что начинаю худеть. Потому что я когда начинаю говорить об этом, то у меня потом что-то, срывы какие-то, сбои происходят. Думаю, не буду никому говорить. Ну, не получается мне не говорить вам. Все равно хочется поделиться. Вы же все равно потом увидите результат. Потом будете спрашивать. А как же я? Даже для себя хотя бы. Думаю, надо же хотя бы снимать вот там, что я ем. И как я ем. Что я меняю в рационе, если я буду менять что-то. Ну, тут получается, смотрите, мясо и овощи, да. Все это будет у меня тушеное, вареное. Вот. Так, я думаю, что можно чуть-чуть добавить воды. Пускай оно там и режим жарко, кстати, убрать. Чуть-чуть, где-то с полстаканчика воды. Можно, конечно, воды и больше добавлять, но я хочу, чтобы это было больше в собственном соку. Не хочу, чтобы было много бульона. Так, сейчас чуть-чуть подостынет. Так, все, это я порезала. Помидорчики начнем врезать. Помидорчики начнем врезать. Вот, собственно говоря, чем я тут занимаюсь. Я сегодня сделала зарядку. Опять я сделала две зарядки. Ну, то есть на пресс. Там на пресс всего пять минут, но там такая, знаете, интенсивная прям на пресса будет. Ну, а мне больше не надо. Пять минут покачать бис вполне достаточно. Вот, я чувствую, что у меня уменьшает собака, живот, как бы. Я уже могу втянуть, я то не могла его втянуть. Сейчас уже, как бы, могу и втягивать. То есть жир еще есть на животе. У меня, в принципе, везде жира добавилось. Вот, и я сейчас смотрю, что он убывает, но он как-то везде равномерно убывал. В общем, не вижу я резкого прям такого изменения. Но я ощущаю, что да, сбавляется жир вот это все. В общем, Москва не сразу строилась, при том, что резко ходить нельзя. Если результат есть, главное просто идти своим, как говорится, путем, продолжать, не останавливаться, делать то, что делаешь. Вот и все. Так, я вот для себя, девочки, никакую шкурку нигде не снимаю. Мне, например, не сложно шкурку эту, если что там. Если какая-то шкурка в тарелке уже убрать. Так, не знаю, немного помидоров. Я думаю, немного, нормально будет. Так. Вот такие дела. Так, остыла. Выбираем режим. Я не знаю, может тушение поставить на час. Пускай будет режим тушения на час. В любом случае, я посмотрю, потом, если что, добавлю. Ну, по-моему, часа достаточно. Если режим суп, то часа даже, даже много. Можно даже меньше. Потому что фарш, он быстро готовится, овощи быстро готовятся. Так, скидываем сюда помидорчики. Так. И все. Так, болгарский перец порезать. Но у меня еще в морозилке есть перец, который с зимы остался. Вот, я думаю, может уже использовать этот перец. Вот тут как раз. Ну, красная, а две перчинки уже здесь. Я думаю, его хватит. Короче, надо его уже использовать. Зима закончилась. Скоро уже запасаться будем свежим перцем. Так. Может еще одну перчинку свежую я порежу. Еще одну. Пускай будет. Перец тоже лишнего не бывает. Он такой все-таки придает ароматик. Классненький. Вот. И все. Лаврушечку. Ну, сейчас немножко вот это все осядет. В принципе, даже вот я подожду, наверное, полчаса. Сейчас крышку закрою. Полчасика подожду. Оно все осядет. Бульончик появится. Потом все равно надо будет открыть, мне перемешать все это. Посолить можно было через полчасика. И вот лаврушечку-то докинуть. Ну, а зелень я закидываю обычно где-то минут за пять до конца, чтобы она долго у меня там не варилась. Иначе она потеряет весь свой интерес, весь свой вкус и запах. И витамины. За пять минут нормально. За три минуты. Главное, чтобы она перекипятилась. Ну, все. Все, девочки. И вот так вот, в принципе, быстренько все нарезала и все дела. И все прекрасно. Сейчас я попробую это помешать. Надо, конечно, подождать, чтобы оно чуть-чуть выдало свой сок. Ну, с другой стороны нужно помешать. Я ж водички чуть-чуть добавила, чтобы оно там не приставало ко дню. Ничего. Уже кипит, я слышу. Так, закрою крышку я где-то минут на пять-десять. Потом перемешаю все и доделаю. Девочки, прошло пять минут. Я уже там перемешала. Я смотрю, у меня уже там сок, оно дало. Оно уже там в бульончике плавает. Все хорошо. В общем, пройдет еще так, чтобы оно там уже все плавало в бульончике. И тогда уже я кину лаврушечку, посолю, поперчу. Кстати, хотела сказать, я вот на обложку поставлю, наверное, вот, то, что я, вот, как я тут выложила все красивенько, да. Когда я пишу в названии, например, название блюда, то я заметила, что просмотров не очень много, потому что мне кажется, не всем интересно смотреть, как я готовлю. А с другой стороны, я же с вами болтаю, пока готовлю. Я же не просто так готовлю, готовлю и болтаю. Что главнее, готовка или болталка, напишите в комментариях. Все, девочки, закинула я зелень. До конца осталось 13 минут. Но я дам зелени покипеть минуты три и выключу. Я думаю, тут настоится и все будет хорошо. В общем, 50 минут тушения вполне достаточно. Тут уже все, в принципе, овощи готовы. Видите, я полстаканчика буквально воды налила. И смотрите, сколько сока уже из овощей тут выделилось. Вполне даже нормально. Все, закрываю крышку и почти готово. Ну и еще оно будет достаиваться у меня еще где-то час. Мне еще кушать не скоро пока. Вышла я, девочки, в магазин. Дождалась, пока тенечек тут будет. Надо хлеба купить. Ну и еще там по мелочи посмотреть. Фух, на улице духотища страшная. У меня дома сплит, работаю так хорошо. Короче, соус мой готов. Соус или рагу это овощную. Или как это блюдо назвать, как-нибудь назову. Фух, душно. Короче говоря, в магазин схожу. И потом уже скоро кушать. Я вообще это блюдо решила готовить после своего первого приема пищи. Потому что оно так пахнет, я когда готовлю, так вкусно пахнет. Думаю, если я начну готовить, то мне аж дурно станет. Думаю, поем. Потом чуть после еды время подожду. И спокойно, когда я не голодная, тогда возьму и приготовлю. И спокойненько взяла и приготовила. В общем, рагу красивенькая, пахученькая. С удовольствием его поем. И с кусочком хлебушка. Я думаю, что хлебушек я буду теперь есть по одному кусочку за один прием. Чтобы совсем хлеб не убирать. Потому что без него как бы немножко не насыщаешься. Вот. Ну, и пожирей, во много чтоб не было. Кстати, моя стрижечка нормально выглядит. Вот. Я еще оттеночным шампунем помыла голову вчера. Таким, который, знаете, голубой. Желтизму прибивает. Вроде бы нормально, да? Так, все, погнала в магазинчик. Все, девочки, я дома. Пришло время покушать. Вот такое красивое и очень пахучее. Вкусно пахнет. Овощное рагу у меня получилось с фаршем. Ну, советую вам попробовать сделать такое. На этом я с вами прощаюсь. Пишите комментарии, ставьте лайки, кому понравилось видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok